Всем привет, меня зовут Михаил Климчук. Я решил завести этот канал для того, чтобы поделиться какой-то полезной информацией, как я считаю, также при помощи этого канала развиться до каких-то определенных высот и поделиться теми знаниями, которыми я обладаю, а также выстраивать наши с вами взаимоотношения на основе логического мышления, опираясь опять же на исходные данные. Возможно, я не буду говорить какую-то конкретную истину, потому что невозможно все знать, но если все-таки достаточно хорошо подготовиться к какому-то материалу, то я считаю, что можно так или иначе разобраться в сути проблемы. Прежде всего, о себе. Я предприниматель, занимаюсь предпринимательской деятельностью уже с 2008 года. Первые попытки у меня были, это где-то конец 2007 года. После того, как череда неудач постигла, как и обычно любого бизнесмена, который решил заняться бизнесом, я пришел к определенному выводу, что бизнес – это все-таки то, что зависит напрямую только исключительно от тебя, от принимаемых тобой решений. В итоге я создал компанию, у которой есть небольшое количество отелей, которые занимаются, по большому счету, это промышленный туризм, занимаясь сейчас дополнительным таким вот, я бы сказал, хобби, которое немножко, но приносит мне какой-то определенный доход и, опять же, удовольствие. Это видеопродакшн, которым я потихонечку начинаю заниматься, ну и, в принципе, внедрять его в жизнь. То есть, на самом деле, это не самое главное, чем можно заниматься в жизни, но это некая такая душа, на которую я хотел бы какое-то количество времени все-таки посвятить. Ну а также попытаться поделиться той полезной информацией, которую обладаю. Данный блог в целом будет рассматривать несколько аспектов моей жизни, опять же, теми увлечениями, которыми я увлекаюсь. Прежде всего, это экономика, это бизнес, это видеопродакшн, это политика, ну и, в принципе, какие-то жизненные ситуации, которые могут происходить. Соответственно, специально для этого я сделал определенное количество плейлистов, которые вы сможете впоследствии переходить и смотреть, дабы отфильтровать тот большой объем контента, который возможен. Опять же, это только начало, поэтому я сейчас с вами предельно откровенен, потому что так часто бывает, что ты вроде как канал откроешь и собираешься что-то делать, но на выходе у тебя ничего не получается. И связано это не с тем, что ты очень ленив, а с тем, что, возможно, ты не приспособлен до этого. Либо у тебя приоритеты смещены совершенно в другое место, где ты лучше всего себя проявляешь. Ну вот, если говорить конкретно про меня, конечно, если бы я бы занимался непосредственно видеопродакшном или блоггингом, то я считаю, что ты успел бы в этом достаточно серьезные каких-то показатели, цифры. Но так просто происходит, что все-таки, занимаясь блогом, ты все-таки работаешь. Так или иначе, тебе нужно каждый день собирать какую-то информацию, что-то снимать, монтировать и выкладывать. И опять же, выкладывать все это делать нужно в определенное время для того, чтобы твоя аудитория привыкла к постоянному количеству выходов с твоим, скажем так, видеоконтентом. Отсюда вытекает следующее последствие, что я, например, занимаясь бизнесом, не могу тратить столько времени для того, чтобы записывать видео. Поэтому запись видео я осуществляю без какой-то длительной подготовки, включил камеру, то есть у меня что-то в жизни произошло, и я попытаюсь все это дело рассказывать, подводить какие-то итоги. Ну, то есть, чтобы было понятно, можно выстроить определенную схему, то есть какая-то история, в принципе, какие-то данные, какие-то факты, ну и потом какие-то определенные выводы. Это, в принципе, несложно сделать. Что бы я еще хотел сказать? Что же я хочу достичь при помощи этого канала? Я, скорее всего, думаю, что это попытка получить дополнительный источник узнаваемости. Ну, кто-то может сказать, захотел славы. В принципе, не буду никого переубеждать. Возможно, вы тоже правы. Но фишка в том, что когда вы занимаетесь бизнесом, бизнес меня привычил к очень одной важной модели поведения в обществе, а также выстраивать какие-то отношения, ты можешь сказать и обвинить человека в чем-то, либо подобрать неверные слова, которые впоследствии нарушат всю коммуникацию. Соответственно, вы должны, как тот заправский психолог, быть более предельно чутким по отношению к своим оппонентам, своим партнерам, клиентам, потому что любая неправильно сказанная фраза может человека обидеть и нанести какой-то моральный ущерб, а также привести к разрыву какой-то сделки. Давайте на этом, наверное, остановимся. Что получилось, вы можете посмотреть. Я, естественно, волнуюсь. Я думаю, что если я буду это делать на регулярной основе, возможно, вы увидите, как я буду меняться, буду говорить совершенно по-другому. Запись видеоблока – это все-таки очередной раз потренироваться, посмотреть, как звучит мой голос, в какой-то анальности я говорю, достаточно ли хорошо я произношу слова. То есть вот сейчас, на следующий момент, я испытываю какой-то такой легкий стресс, легкий дискомфорт от того, что я говорю. Но я думаю, что на пяток или с десяток видео возможно все будет совершенно по-другому, и вы начнете ставить больше лайков, больше комментировать. Еще один такой момент. Я завел специально для самого себя канал в Телеграме, потому что сейчас действительно стал присматриваться к Телеграме. Более серьезный инструмент по отношению к другим каким-то мессенджерам, потому что там действительно можно что-то делать, что-то писать, прикреплять какую-то навигацию, поэтому я создал канал. Возможно, я прикреплю какой-то бот, либо я буду его делать сам, либо я кого-то найду. Скорее всего, это будет второй вариант. Ссылочка на свой Телеграм-канал, на который можете подписаться и быть моими друзьями, быть моими подписчиками. Вот. Все. Всем спасибо. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok